Ауду биллахи минал шайтан р-раджим, бисмиллахи р-рухманин р-рухим, вабихи настаин, вахва хейру насырин вамуин. Вассалату вассаламу аля сейдил анбияи ва ламурсалин, ва аля алихи т-тайбин а-т-тахирин а-ля ма'сумин, ва ла анатуд даимату, ва ла адаихи мажмайин, и ла к-явм яуми д-дин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракяту, дорогие братья и сестры. Продолжаем наше обсуждение вопросов идеологии. Итак, мы остановились на вопросе предопределения. Када и кадар. Дали определение этим двум словам, этому словосочетанию. Объяснили, что оно себя представляет. Дали представление о разновидностях када и кадар. Также упомянули о аятах и преданиях, в которых говорится об этом убеждении, об этих взглядах. И подводя итог этому, подчеркнем, что кадар и кадар гласит. Это одно из исламских убеждений. Одно из убеждений, которые можно извлечь из священного Корана и преданий пророка, салаллаху алейкум ва алейкум ва салям, и его непорочного семейства. Таким образом, это одно из убеждений, в которые человек непременно мусульманин, верующий непременно должен верить. Но что оно из себя представляет? Подведем итог. Это убеждение гласит, что все, что происходит, весь процесс. И, конечно же, человека в первую очередь интересует процесс, который происходит в его среде, в человеческом обществе, в человеческой истории. Но это убеждение касается всего бытия, не только человеческого общества, не только жизни на земле, не только человеческой истории, но и всего бытия, всех творений без исключения. Эта идеология, это убеждение гласит, что все, что происходит, происходит по плану Бога. Бог заранее обо всем знает. Знает, что и как, где, в какой мере произойдет. Знает, что это непредотвратимо. И делает это непредотвратимым. Дает разрешение тому или иному событию в той или иной мере, в том или ином месте, в то или иное время и так далее. Дает разрешение, то есть издает своего рода некое разрешение, согласно которому и происходит то, что происходит. Происходят те или иные события. То есть он воплощает тот план, который имеется у Бога в жизни. Таким образом, все бытие находится под его полнейшим контролем. И нет ничего, что происходило бы без его воли. В том числе и в человеческом обществе. В том числе и человеческое общество не исключено из этого закона. И это, конечно же, говорит о том, что Бог не только всезнающий, не только всемогущ, но и мудр, безгранично мудр. Но здесь у вас, естественным образом, может возникнуть следующий вопрос. А не лишает ли это убеждения человека свободы воли? Не становится ли, таким образом, человек в вынужденном своих действиях, в своих поступках? Не говорит ли это о том, что человек как свои праведные поступки, так и свои предосудительные поступки, преступления и грехи совершает по предопределению Бога? Это естественный вопрос, который может возникнуть практически у любого человека, который услышит о том, что мы говорили ранее. Но необходимо заметить, что это убеждение, убеждение в предопределенности бытия, предопределенности всего, не только не противоречит свободе воли, но и более того, вполне себе соответствует свободе воли человека. Каким образом, как это происходит, вы можете спросить. Если все движется, в том числе человеческое общество, человеческая история развивается, по божественному плану, и это неотвратимость, то каким образом человек может обладать свободой воли? Ведь человек, обладая свободой воли, может поступать так или иначе, что не входило бы в планы Бога, чего Бог не пожелал бы, чтобы это случилось. Но дело в том, что Бог всезнающий, Он знает обо всем. И планируя то или иное событие, планируя тот или иной процесс, давайте поговорим о человеческом обществе, о человеческой истории, не будем отвлекаться на остальные вопросы. Потому что, когда мы концентрируем свое внимание именно на человеческое общество, тем более, что вопрос вобода воли имеет самое что ни на есть прямое отношение к человеческой истории, человеческому обществу, жизни на земле. И поэтому мы будем говорить именно об этом, несмотря на то, что вопрос о предопределении, а когда и кадр имеет отношение ко всему бытию, не только человеческому обществу. Итак, Бог всемогущ, Он знает обо всем, Он знает о том, какие причины, каким последствиям приводят. И необходимо иметь в виду, что свобода воли, воля человека является одной из причин, одной из причин событий. И Бог, планируя человеческую историю, планируя то, как будет развиваться человеческое общество, учитывает этот фактор. Учитывает и этот фактор, то есть свобода воли человека является частицей этого плана. И в этом заключается все умение Бога, все мастерство Бога, что Он через даже свободу воли человека может планировать и воплощать этот план с мельчайшими тонкостями, без каких-либо отступлений, без каких-либо недостатков. То есть свобода воли, которая является одним из винтиков в целой совокупности причин, также учитывается Богом. Но при этом Бог, конечно же, не лишает человека его свободы воли, не лишает выбора человека. И сам человек может выбирать свой путь, сам человек может выбирать то, что ему делать, к чему стремиться, к чему двигаться, в каком направлении идти, по какому пути двигаться. Все это выбирает сам человек. Бог только учитывает эту волю, потому что из вечности Богу все это известно. Ему известны причины. Он является причиной всех причин, и поэтому ему известны совершенно все причины. Все причины, которые можно только себе вообразить в бытии, в существовании. Таким образом, предопределение «кадар» и «кадар» не только не противоречит свободе воли человека, никоим образом не противоречит своей воле воли человека, но и соответствует, полностью соответствует свободе воли человека. Но здесь вы можете спросить, каким же образом те или иные события, которые запрещены Богом, Бог запрещает убийство, воровство и множество других преступлений. Например, в священном Коране Бог порицает многобожников, Бог порицает убийц, пророков и так далее, и тому подобное. То есть мы видим, что в человеческой истории происходят события, которые полностью, полностью осуждаются Богом. Бог их осуждает. Вы спрашиваете, каким же образом подобные события, подобные действия. И не только Бог сам осуждает, но и призывает нас, людей, осуждать эти события. Например, убийство его светлости имама Гусейна, алейхи салат и ва салам, являются одним из страшнейших, самым страшным преступлением в истории человечества. Бог не только осуждает это, но и призывает нас осуждать это преступление, призывает сочувствовать тем угнетенным, вступить в их ряды, в их духовные ряды, ряды имама Гусейна, алейхи салат и ва салам, то вы, соответственно, вполне естественно, что можете спросить, каким же образом подобные действия входят в план. Если все происходит по воле Бога, все без исключения, то почему же Бог подобные события осуждает? Подобные события призывают осуждать людей и призывают людей отстраняться, избегать подобных преступлений и грехов. Каким же образом? Как это соотносится друг с другом? То, что эти события происходят по воле Бога, и, с другой стороны, то, что он недоволен этим событиями, он призывает человека поступать иначе. Но дело в том, что Бог заранее, как мы уже говорили ранее, заранее все знает, он всезнающий. И в своем плане, не лишая человека свободы воли, следствием которой является то, что человек порой совершает преступление, то есть Бог, даровав человеку свободу воли, не отнимает эту свободу воли. И эта свобода воли приводит зачастую к поступкам и действиям, которыми Бог недоволен, которые не хотел бы Бог, чтобы они происходили. Но свобода воли, сохранение свободы воли намного важнее. Но как же вы спросите, это все соотносится и соответствует плану Бога. А так, чтобы Бог и эти события использует в своем плане. Конечно, Бог хотел бы, чтобы изначально в его знании, чтобы изначально все было иначе, чтобы человек этого не делал, те или иные преступления не совершал. Но он даровал человеку свободу воли. И даровав эту свободу воли, и, зная о том, что эта свобода воли приведет к тому или иному преступлению, к тому или иному греху, Бог совершеннейшим образом, мудрейшим образом использует это в тех же целях, в которых он использует все остальные события. Конечно же, говоря о человеческой истории, о человеческом развитии, развитии человеческого общества, мы говорим о развитии человека, в первую очередь, духовном развитии человека. И все эти события, в том числе и преступления, в той или иной мере, в разной мере, служат для этой цели. Например, некоторые события являются уроком для человечества, некоторые преступления являются уроком для человечества. Но об этом можно говорить очень и очень долго. И разъяснять пользу того или иного события, философию того или иного события, можно очень долго. Но необходимо помнить, что во всех деталях, во всех подробностях мы знать об этом не можем, и только Богу это известно, только Бог владеет истинной философией во всей своей полноте, истинной философией всех событий без исключения. Таким образом, Кадар и Кадар никоим образом и ни в коем случае не противоречат свободе воли человека и вполне соответствуют тому, что человек обладает свободой воли. То есть, с одной стороны, несмотря на то, что мы верим в то, что все предопределено, что знает Бог обо всем и установил всякие вещи, меру, и эта мера неотвратима, несмотря на это, мы наряду с этим вполне можем верить и в то, что человек свободен в своем выборе, обладает свободой выбора, свободой воли. И эти два убеждения никоим образом друг другу не противоречат. И любое противоречие, кажущее себе противоречие, можно легко объяснить. На этом наше занятие подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Ва-саламу алейкум, ва-рахматуллахи, ва-баракяту.